Здравствуйте! Приветствую всех! Напишите, что вы слышите, что технических проблем нет. Сегодня мы с вами поговорим о заключительной теме, посвященную большому вопросу физиологическим эквивалентам таких сложных понятий, как субдоши, рассматриваем в иерудической медицине. Мы поговорим о том, какой физиологический смысл при оценке тех или иных параметров в программе Ведопульс они имеют и какую коррекцию нужно держать в голове для того, чтобы работать с вашими пациентами. В случае, если вы выявляете дисбаланс в той или иной субдоши, это может утяжелять патогенез различных заболеваний. Возвращаясь традиционно к вопросу тестирования под систем регуляции, которые мы договорились обозначать, субдоши, пальпаторной диагностики от слова пальпация, прощупывание. Вы уже, наверное, по итогам первых двух лекций четко для себя определили, что состояние субдош, функциональное состояние систем регуляции определяется на третьем уровне пульса на лучевой артерии. Чтобы достигнуть третьего уровня, вы должны сначала, поставив правильное расположение пальцев рук таким образом, чтобы указательный был ближе к кисти, безымянный ближе к сердцу, прощупать поверхностный пульс. Для этого нужно слегка, буквально незначительно осуществить давление подушечками пальца на сосуд, чтобы, коснувшись ее стенку, уже прощупывать пульсовые толчки. И затем легкими погружениями сначала дойти до второго, затем до третьего уровня. И как учат школы, в частности школы Васан-Клада, в норме пульсовых толчков на этом уровне быть не должно вообще. То есть ни один палец не должен прощупывать пульсовой толчок. С точки зрения гемодинамики, биофизические эти явления формируются таким образом, что объемный кровоток в этом случае течет непрерывно, и колебаний кровотока Вы не ощущаете. И при наличии пульсового толчка Вы анализируете этот сигнал механически с помощью субъективного оценки, с помощью стереогнозиса по проекции на определенное поле пальца, таким образом, чтобы понять, какая субдоша вышла из равновесия. Вот про вата субдоши и пита субдоши мы подробно говорили на предыдущих семинарах. Что касается капха субдоши, то посмотрите. Логика пальпаторной диагностики по субдошам следующая. Стрелкой на контуре безымянного пальца, а субдоши, связанные с капха-доши, они оцениваются на безымянном пальце. Вот стрелкой показан ход тока крови. Это означает, что справа от смотрящего на этот слайд расположена кисть человека, пациента, слева сердце. Соответственно, самый проксимальный, то есть самый ранний толчок будет связан с вовлечением в определенную физиологическую рефлексию системы, которую мы будем сегодня разбирать, тарпа-какапхи. Следом следует бодха-какапхи, затем идет слеша-какапха, разная транскрипция может быть, с буквы Ш или с буквы С начинается. Это особенности транслитерации санскрита, они имеют место быть. Затем идет аваламбака-капха, которая, мы как чуть позже скажем, является основой всех капх и заканчивает с точки зрения пространственного стереогнозиса, если мы ощущаем пульсовой толчок, в самой дистальной, то есть самой конечной точке безымянного пальца, кледака капха. Обязательно все специалисты, которые используют ведопульс, на экспертном уровне должны учиться основам пульсовой диагностики. По итогам вот этой трилогии, трех лекций по субдошам, по-хорошему у вас должны сформироваться первые базовые навыки, которые позволяют вам усилить чувствительность в своих пальцах и дают теорию для того, чтобы вы могли практически на своих пациентах, на своих близких и на самом себе учиться оценивать вовлечение субдош в дисбаланс. Это очень важно, потому что иногда под рукой ведопульса может не быть, и вам нужно провести оценку состояния, в том числе используя НАДИ-диагностику, и этот навык нужно у себя формировать. И должен сказать, что многие специалисты за рубежом, которые используют ведопульс, сочетая пальпаторную диагностику с теми данными, которые дает вкладка «Неданная» нашего прибора, приходят в такой легкий восторг, когда именно эти данные сходятся, и они видят динамику как по своим пальцам, так и по этой вкладке. Но в целом вкладка «Недана» с ее дочерними вкладками Субдоши, Агнедхату и Панча Махабхута должна рассматриваться вами как больше экспериментальная вкладка для проведения исследований и для специалистов экспертного уровня, потому что попытка интерпретации, вольной интерпретации этих данных может завести в определенный тупик. Вот чтобы этого тупика не было, мы пытаемся как раз с вами рассмотреть различные физиологические эквиваленты, потому что если вы скажете вашему пациенту, у вас расстроена Аваламбака-Катха, ну, вас может понять только специалист, а если вы ему объясните, а с чем, с какими физиологическими процессами Аваламбака-Катха связана, все встанет на свои места. Ну вот, собственно говоря, именно с этой Субдоши мы сейчас с вами будем разбирать весь эпос, посвященный Катха-Субдошам. Из санскрита Аваламбака переводится, исходя из корня, который буквально означает это сущность, которая поддерживает другие сущности. То есть то, что удерживает в равновесии и поддерживает что-то более важное, процессы и так далее. Запомнив этот посыл, давайте попытаемся разобраться, что эта Катха поддерживает, почему говорят о том, что если Катха, Маха-Доша-Катха выходит из равновесия, и на уровне Викрити вы этот дисбаланс видите, почему нужно в первую очередь думать о Аваламбака-Катхе? Точно так же, как если выходит Вата из равновесия, мы в уме держим сразу Апана-Вату, точно так же, как Питта, когда выходит из равновесия, мы в уме в первую очередь держим Патчака-Питта. Также и Аваламбака-Катха. Какие функции Аваламбака-Катха описаны в источниках? Во-первых, говорится о том, что она располагается в грудной клетке. Первое указание на топическое расположение этой системы регуляции. Попытаемся ответить на этот вопрос чуть позже, выяснить, с какими функциональными системными органами в грудной клетке может быть связана Аваламбака-Катха, и каким образом она что-то должна поддерживать. Дальше указывается, что в целом она удерживает в равновесии область, которая называется на санскрите Трика, это вот область верхнего плечевого пояса. И отдельно говорится о том, что Аваламбака располагается в сердце. Вы знаете, по типичному расположению ДОЖ на разных этажах тела человека, то сердце как-то нетипично для Капхи в целом. Но вот что касается Аваламбаки, есть прямое указание в источниках, что она располагается в сердце. И поскольку Капха, с точки зрения теории Панча-Маха-Пхут, Панча-5, Маха-Великий Пхут и элементы, теория, идентичная теорию Син китайской медицине, которая фактически дает развертку причинно-следственных связь формирующих сначала гуны, а затем синдромы первоэлементов и фактически состояние ДОЖ, вы помните, что Капхана определяется сочетанием двух первоэлементов, это вода и земля, и как-то вот для сердца эти первоэлементы кажутся немножко чужеродными. Но мы попытаемся выяснить, что это не так, и более того, чуть позже найдем даже физиологический эквивалент с точки зрения современного осмысления того, как могут регулироваться некоторые процессы через сердце. Дальше говорится о том, что Аваламбака Капха является сутью потребленной пищи. Ну что это может знать? О чем это может свидетельствовать? Эта суть как некий материальный субстрат, он появляется исключительно в ходе процесса пищеварения, как говорится в источнике, процесса разложения поступающей пищи на суть, которая усваивается организмом, и отходы, которые на самом стрите называются малые, они должны выводиться, иначе они будут образовывать амму, и ничего хорошего из этого не будет. Так вот, суть потребленной пищи, это есть не что иное, как те продукты гидролиза, нутриентов, слово нутриенты, это поступающие продукты, которые, компоненты, из которых состоит пища, за счет химического процесса, который называется гидролиз, он известен с 8 класса химии, но только в организме человек, он имеет ферментативную природу, за счет тропности к определенным субстратам, у нас появляются продукты гидролиза, то есть те конечные компоненты, из которых состоит пища, это аминокислоты, это моносахара, ну, самый главный из них глюкоза, нам известный, и это продукты гидролиза жиров, жирные кислоты. Так вот, это и есть суть потребленной пищи, которая затем поступает в кровь. И, это важно отметить, это, пожалуй, является ключевым моментом, далее ассимилируется с жидкими средами организма. Вот именно ассимиляция жидких сред организма и продуктов гидролиза и формирует у нас оваламбакокатку. Нужно сказать, что продукты гидролиза это не только аминокислоты, углеводы и жирные кислоты, это, безусловно, еще и микро-макроэлементы, которые также поступают к нам с пищей и формируют асматическое состояние крови и жидких сред, потому что чуть позже мы скажем, что за счет водно-солевого обмена оваламбака контролирует состояние жидких сред. Итак, в источниках говорится, что аваламбака формируется за счет того, что жидкие среды ассимилируют суть, то есть продукты гидролиза, и вот это и есть аваламбака. И затем в источниках мы можем найти, что именно аваламбака капха является сырьем. Вот здесь мы понимаем, почему перевод корня оваламбакой относится к слову поддерживать, поддержка, держать, потому что оваламбака капха фактически является сырьем для всех остальных видов капха, о которых мы субдош, о которых мы будем говорить, то есть других видов слизи или воды, это синонимы, которые можно тоже использовать. И фактически влияет на их дисбаланс дисбаланс, который может происходить в организме. Вот почему изменение аваламбака капхи неизбежно влечет за собой изменение маха-доши капхи и в зависимости от генетической предиспозиции, то есть то, что можно назвать прокрити, то есть той предрасположенности врожденной к определенным заболеваниям, та или иная капха субдоши может вовлекаться в фотофизиологический процесс. Давайте подытожим. Итак, аваламбака капха фактически представляет из себя внутреннюю среду организма. Слово сочетание внутренняя среда организма является общепринятым физиологическим термином. И внутренняя среда организма мы сейчас подробно с вами разберем. Это фактически наш внутренний мир, в котором практикают все биохимические реакции и которые являются основой для оптимального функционирования тех или иных систем и органов. Эту внутреннюю среду можно сравнить как с океаном, в котором много-много-много других жизней существует, так и наша внутренняя среда она формирует свой микрокосм, который дает фактически возможность проявлению той или иной функции. Так вот, когда физиологи, начиная с кода Бернара, ввели еще 200 лет назад это понятие внутренняя среда организма, оказывается, за несколько тысячелетий это понятие ввели уже на специалисты, которые занимались аюрведической медициной, но только в этом случае они использовали понятие аваламбака капха внутренняя среда организма. И мы уже с вами чуть выше коснулись, что аваламбака капха, будучи собственно внутренней средой организма, она с точки зрения процессов регуляции локализована к органам грудной полости, где расположены мы знаем легкие и сердце. Нам нужно как-то ответить на, казалось бы, тупиковый вопрос, а вообще как жидкость в нашем организме могут регулировать органы, которые к этому, ну, наверное, имеют самое последнее с точки зрения банальной логики отношения. И если мы говорим о функциях аваламбака капхи и подытоживаем ее суть, то ее основная задача, почему она, выходя из равновесия, может запускать дисбаланс в других системах, так вот ее основная задача это поддерживать постоянство внутренней среды. В первую очередь так называемого тургороклеток. Это слово должно быть вам известно, это фактически определенный объем жидкости, который в клетках и тканях должен находиться, чтобы не было дегидратации, иначе процессы резко, катастрофически изменяют свой биохимический контекст, и это вылазит в определенные нарушения физиологические. Соответственно, если мы говорим о тургореклеток, мы имеем в виду и особенности работы самой клетки, в которой есть свой цитоскелет, и если вот этого объема, который наполняет клетку, нет, то это приводит к изменениям функции сначала клеточки, а за клеточкой стоит ткань, а за тканью стоит целый орган. Дальше мы говорим о тургоре клеток с точки зрения органелл клеток, особенно те, которые имеют мембраны, в первую очередь это ядро, а здесь мы затрагиваем очень сложные процессы, которые лежат в основе выполнения конкретной клеткой определенных функций, потому что вы знаете, что образование фермента белка клеткой неизбежно затрагивает генетический аппарат, ну и безусловно тургор клетки отражается на тех биохимических системах, тех ферментов, которые уже есть в клетке для выполнения определенных функций. Вот это и есть основная задача, потому что на сегодняшний момент, пока другого не придумали, именно клетка является структурно-функциональной основой жизни, то есть с точки зрения белково-нуклеиновых форм, меньше клетки, с точки зрения макроорганизма, мы не берем сейчас вирусы и прионы, а именно макроорганизма, мы ничего рассматривать не можем, во всяком случае еще пока не знаем, что есть меньше клеток, подобно тому, как есть атом, молекула с атомом-электроном, а там, оказывается, есть еще бозон Хиггса, может быть, когда-то мы как в знаменитых «Звездных войнах» найдем, как там эти назывались-то, живые субстанции, которые давали ситхи для джедаев, может быть, и дойдем когда-нибудь несколько тысячелетий до этого, но сейчас это клетка. А в Аламбаха-капха, ее главная задача заключается как раз в том, что она поддерживает это внутреннее постоянство клетки, это внутреннее постоянство тканевой жидкости, тканей в целом и органов. Что мы относим к внутренней среде организма? Ну, конечно, в первую очередь жидкие среды. К жидким средам помимо цитоплазмы клеток в первую очередь, наверное, будет относиться неклеточная жидкость, вот она здесь обозначена, посмотрите, голубым цветом, и у человека, у взрослого человека тканевая жидкость, которая омывает все клеточки, формирует такой бульон, в котором вся биохимия варится, примерно составляет 20%. Но нужно сразу отметить, что эта часть тканевой жидкости фактически жидкостью не является. Это очень важный посыл. Лучше от тканевой жидкости называть то, что в наших сказках называется живая вода. Потому что это не вода в том смысле, как мы ее пьем из стакана. Это так называемая структурированная вода, которая привязана к премембранным пространствам, и она фактически кластеризована. Когда мы вводим такие понятия, как структурирование и кластеризация воды, мы говорим о живой воде, потому что фактически появляется нечто подобие жидкого кристалла, который не хаотичен, организме молекулы воды упорядочниваются премембранными пространствами, где фактически локализован тот или иной участок тканевого пространства. Дальше мы видим, что около 30, если быть точным, 28% жидкости внутренних средств относятся к внутриклеточным жидкостям, порядка 7% относятся к крови и лимфе, и это является очень важной компонентой, которая фактически связует все остальные жидкие среды, которые находятся и в плотных тканях, и в относительно свободном состоянии, и которые упакованы в клеточный материал. Вот что мы понимаем под собой внутренние среды организма, аппоксимируя это на понятие оваламбака как. Давайте теперь с вами разберем, а при чем тут легкие и при чем тут сердце. если в источниках прямо говорится, что оваламбака капха находясь в грудной клетке, в грудной полости связана с этими органами. Ну, если говорить о легких и о контроле количества жидкости в организме или, как говорят физиологи, введем это понятие, я им дальше буду пользоваться водно-солевом обмене, то вы, я уверен, не переведете примеры, это будет убедительно, что есть животные, которые благодаря процессу дыхания могут в принципе избытки влаги из организма удалять. Ну, например, собаку, у которой отсутствуют потовые железы и за счет процесса дыхания, высунув язык, она достаточно неплохо регулирует все эти процессы, связанные с водно-солевым обменом. Но, во всяком случае, это мощная довесок к тем внутренним механизмам, которые существуют. Поэтому газообмен, в результате процесса газообмена в газовой смеси безусловно всегда присутствуют водяные пары и выведение водяных паров за счет этого процесса может происходить. С легкими вроде немножко понятно, но если говорить о процентной составляющей, которая может повлиять на водно-солевой обмен через легкие, это все-таки какие-то проценты от 100%, это не основной механизм. Разбирая дальше вовлечение легких с точки зрения физиологии и пытаясь осмыслить то, что написано в источниках, мы приходим к тому, что оказывается легкие содержат уникальные рецепторы, которые можно назвать осморецепторы. Рецепторы это высокоспецифичные образования в нашем организме, а осма означает их специфичность, то есть они реагируют на изменение осматической концентрации жидких сред организма. Ква стакана с водой, в один добавьте соль, там где будет стакан с солью, там будет высокая осматическая концентрация. Вот на изменение концентрации осматически активных веществ в нашем организме вот эти рецепторы реагируют. Это очень важно, потому что если происходит дегидратация, а фактически это подобно тому, как в кастрюльке кипит вода и она испаряясь фактически формирует некий осадок из того, что в воде формировалось. Также и в нашем организме, если потеря воды происходит, концентрация входящих компонентов в жидкие среды начинает увеличиваться. И у нас есть системы, которые за этим следят. Вот есть несколько мощных рецепторных полей, одно из самых главных это печень в первую очередь, но и в других паренхематозных органах, в частности легких, такие осморецепторы существуют. И они фактически участвуют, являются форпостами, которые смотрят, а происходит ли изменение или не происходит. если происходит, они затем запускают ряд процессов, о которых чуть ниже мы поговорим, с тем, чтобы провести какую-то коррекцию тех изменений, которые происходят. Еще очень важно отметить то, что в легких находится уникальная система, которая на сегодняшний момент является пристальным объектом изучения большинства фармакологов в мире, в первую очередь фармакологов, которые занимаются областью знаний кардиологии. Это система ангиотензин превращающего фермента. Как он вовлечен в контроль водно-солевого обмена, мы тоже с вами чуть позже поговорим. И нужно отметить, что именно легкий является основным источником резидуального, то есть связанного с тканем, не попадающего в кровь, в кровь фермента, который ассоциирован с легкими. Зачем этот фермент нужен и как он будет влиять на водно-солевой обмен, и в частности на валамбавку, мы разберемся. Что касается сердца, ну казалось бы вообще, причем сердце и контроль жидких средств, ну за исключением того, что сердце как насос может кровь перегонять в большей степени или в меньшей степени, выбрасывая объем крови. Но оказывается, в правом предсердии в области впадения полых вен есть определенный участок, очень уникальный участок, где расположены клетки, не способные к сокращению и не способные к генерации электрического импульса. Об этом вы знаете, что в наших физиологических лекциях, лекциях про то, как работает ведопульс, мы об этом упоминаем. Вот оказывается, в клетках есть еще и другие клетки, это сердце есть и другие клетки, это эндокринные клетки, клетки, вырабатывающие гормон. В частности, натриуретический кардиопептит или атриопептин, а в слово атриум предсердио, пептин это гормон белковой природы, то есть пептин. Так вот, клетки сердца начинают, его секретируют в ответ на изменение величины артериального давления. Вспоминайте те 7%, которые приходятся на кровь из жидких средств. А когда артериальное давление может возникать? Тогда, когда в сосудистом русле увеличивается количество крови. А количество крови будет увеличиваться, если будет изменяться соотношение количества жидкости в организме. Соответственно, мы с вами логически с точки зрения современных физиологических механизмов начинаем понимать, что когда это осознание приходит, всегда возникает вопрос, откуда они тысячи лет назад об этом могли знать? Это факт. Атриопоптин имеет сложные механизмы разнообразных физиологических эффектов и чтобы стабилизировать давление вызывает расслабление сосудов. Как позже мы выясним, когда будем касаться еще нескольких систем, он стимулирует выведение воды через почки. Казалось бы, сердце таким образом контролирует работу почек основного органа, который определяет баланс жидких средств в организме. Он контролирует вопросы, связанные с изменением концентрации солей, в частности самого главного астматически активного вещества хлорида натрия в плазме крови и ряд еще метаболических эффектов. Теперь становится понятно, почему грудная область, почему легкие, почему сердце связаны с аваламбакой и как это может контролировать водно-солевой обмен. Но на этом все не заканчивается. Если мы говорим о аваламбаке капхе и о контроле водно-солевого обмена, то безусловно мы должны с точки зрения классической физиологии касаться и классических процессов контролирующих водно-солевой обмен. И здесь речь идет о трех основных системах. Вторую, которая называется натриоуретическая система, мы фактически с вами разобрали, когда касались вопросов сердца. Есть еще две. Это так называемая анти против натрия, имеет отношение к электролиту натрия, уретическая, то есть выведение системы. Если говорить по-русски, это система, которая обеспечивает задержку натрия, антинатрий и уменьшает его выведение, уретическое. Антинатрий уретическая система. Система, задерживающая этот мощный, важный электролит в нашем организме и уменьшает его выведение. Чуть позже мы поймем, что эта система тренин-ангиотензин-оргестероновая система. И как она увлекается в процесс, связанный с ламбакой капхой выездит. И вторая система, это натрия, уретическая система. Эта система, она представлена не только кардио-пуктидом, на самом деле подобные пуктиды выделяются и гипоталамусом, и почками, и в целом это целое семейство натрия, уретических пуктидов. И третья система, это система антидиуретического гормона, от слова антидиурез, то есть система, которая, наоборот, задерживает воду в организме. Баланс между всеми этими системами фактически и определяет состояние тканевой жидкости в целом, внутренней среды и водно-солевого обмена. Если говорить о первой системе антинатриуретической, той системе, которая задерживает соль, натрий в организме и таким образом задерживает воду, то она представлена с точки зрения физиологии несколькими важными участниками, определяющими эффективность работы этой системы. И эти участники фактически являются цепью последовательных причинно-следственных связей, которые физиологи обозначают понятием ренин, ангиотензин, альдостероновая система, где есть ренин, это определенный протеолитический фермент, он синтезируется в почках, где есть ангиотензин, откуда он появляется, сейчас выясним, и альдостерон это главный минералокортикоид нашего организма, который фактически от слова минерала, то есть он регулирует минеральный обмен, кортикоид он выделяется корой надпочечника. Ну давайте кратенько к этому обратимся, чтобы иметь представление с точки зрения современной физиологии о сложных подсистемах регуляции, которые мы обозначили как ламбака как и так югстагломерулярный аппарат это уникальный участок расположенный в почках связанный с нефроном почки, вот так выглядит нефрон почки, это структурно-функциональная единица почки, которая обеспечивает процессы фильтрации, реабсорбции, секреции, экскреции жидкости. Так вот у нефрона есть клубочек, в этот клубочек заходят артерии, из которых затем фильтруется жидкость и вот дальше по канальцевой системе эта жидкость выводится, если она не нужна. Если мы увеличим вот это место, у нас получится следующая картинка, это переносящая артериола, это клубочек, где идет процесс фильтрации и выносящая артериола, а это дистальный каналиц, вот здесь изгиб петли происходит и он присоединяется практически к клубочкам. Образуется треугольник, так вот этот треугольник, в центре его расположены уникальные клетки. Вот эти клетки продуцируют ренин, то вещество, без которого эффективность контроля водно-солевого обмена фактически невозможна. И ренин, многие думают, что это гормон, это неправильно. Ренин это фермент группы протеаза. Его задача заключается в том, что в ответ на изменение определенных факторов, которые являются следствием изменения объема жидкости в нашем организме, эти клетки продуцируют ренин, и ренин, попадая в кровоток, запускает цепь последовательных событий. Он начинает из крупной молекулы, которая образуется в печени, ангиотензиногена, образовывать вещество, которое называется ангиотензин. Сначала один, а затем под действием ангиотензинопревращающего фермента, из него появляется самый мощный вазоконстриктор, то есть вещество, которое мощнее его в организме просто нет, суживает сосуды, гормон, который называется ангиотензин-2. И вот посмотрите, вот этот процесс превращения ангиотензина-1 в ангиотензин-2 преимущественно происходит в подавляющем проценте в легких помните, мы с вами говорили, что с точки зрения регуляционной компоненты оваламбака связано с легких и там есть некий фермент, мы его называли ангиотензин-превращающий фермент. Так вот, этот фермент, он как бы вмонтирован в клеточную мембрану и кровь, протекающая через легкие, подвергается обработке этим ферментом и он из ангиотензина-1 образует ангиотензин-2. Так вот, становится понятно, каким образом и легкие с помощью этого фермента вмешиваются в процесс контроля водно-солевого обмена. Дело в том, что ангиотензин-2, как я уже сказал, является мощным базоконстриктором, он резко увеличивает артериальное давление и при некоторых почечных заболеваниях, когда нижнее давление повышается, за рост этого давления ответственен именно ангиотензин-2, ну, вместе с альдостероном, безусловно. Так вот, кардиологи используют препарат группы ангиотензин, превращающего фермента, ингибиторов ангиотензин, превращающего фермента, целый класс фармакологических препаратов есть, которые блокируют работу этого фермента, результатом чего является невозможность образования ангиотензина-2, значит, нет последовательности запуска тех событий, которые могут привести к росту давлений. То есть, современная наука научилась тоже использовать этот механизм. Но, я должен сказать, что есть и ряд лекарственных растений, которые могут так или иначе не обладать прямым блокирующим эффектом влиять на активность этих систем. Мы говорим дальше о том, что ангиотензин, он имеет многоплановый спектр действия, на сердечной системе он повышает давление, в нервной системе он вызывает чувство жажды, чуть позже мы будем описывать, что при дисфункции оваламбака как и очень часто субъективное ощущение жажды есть у человека. На почечниках он запускает процессы, связанные с стимуляцией образования альдостерона, мы о нем еще не говорили, сейчас поговорим, ну и на уровне почек он также регулирует процессы выделения воды и электролита. И что касается альдостерона, чтобы уже закончить с этой ренин-ангиотензин альдостероновой системы, я уже сказал, что это главный минералокортикоид, и его основная задача удерживать воду в нашем организме за счет повышения гидрофильности ткани. Филиус любит гидроткань, то есть ткани любят воду, удерживают ткань в воде. Вспоминаем капха, это что? Это у нас вода, это слизь, изменение капхи, это всегда связано с изменением задержки воды в слизи в нашем организме. Так вот, на уровне физиологии этим процессом заведуют минералокортикоиды, гормоны, которые влияют на минеральный обмен. В частности, в первую очередь дирижером всего этого процесса является движение ионов натрия, и влияние на этот процесс с помощью этого гормона отыделяет, будет ли вода выделяться или нет, потому что вода, она идет туда, куда идут астматически активные вещества, если натрий удерживается в организме, то и вода удерживается, молекула воды и удерживается около этого астматически активного вещества. Таким образом, фактически происходит контроль со стороны минералокортикоидов величины жидкости в нашем организме. Альбестерон называют дирижером этого процесса, потому что он задействует генетический аппарат, который в конечном итоге приводит к тому, что на поверхности клеток, которые контролируют процесс выделения жидкости на уровне нефрона, образуются натриевые каналы, благодаря которым фактически идет процесс контроля выделения натрия в организме. Не будем в эти вопросы глубоко погружаться, подытожим. Главное, что альбестерон фактически контролирует астматическое давление, что определяет нормальное функционирование клеток. Мы снова подходим к внутренней среде организма и к тому, как это все регулируется. Причем альбестерон контролирует это на уровне всего организма в целом. Ну и состояние избытка воды, которое называется гиперволиум, волиум объем, гиперволюмия, оно запускает очень сложные изменения, которые можно фактически и обозначить как избыток воломбака капхи, которое может привести к артериальной гипертензии, которая очень резистентная. Мы знаем, что у людей с капхоконституцией артериальная гипертония протекает очень торпидно, она фармакологически резистентна, ее сложно контролировать. И нарушение сердечного ритма, потому что электролиты неизбежно изменяют возбудимость клеток и других процентов. В то же время гиповолюмия, то есть снижение воломбака капхи, гиповолюм, низкий объем, может приводить к другим эффектам, связанным с нарушением пищеварения, потому что электролиты участвуют в процессах всасывания продуктов гидролиза, с снижением давления, гипотензии, также с нарушением ритма сердца за счет другого спектра электролитов. И вот это те процессы на уровне современной науки, которые так или иначе связаны с дисфункцией оваломбака капхи. И чтобы закончить с этой ренино-ангиотензин альдостеронной системы, теперь я все вам это показываю в единый блок схеме. Посмотрите, что происходит. Допустим, происходят процессы, связанные с изменением величины артериального давления в результате, например, уменьшения количества жидкости. И организм должен запустить ряд процессов, которые должны стабилизировать все это состояние. Это мгновенно регистрирует тот самый югстагломерарный аппарат почки, который мы сказали, вырабатывает ренин. Этот ренин, попадая в кровь, превращает вещество ангиотензиноген, который образуется в печени в ангиотензин-1. Это вещество попадает в легкие и под действием ангиотензин, превращающего фермента, превращается в ангиотензин-2 с очень большим множественным эффектом действия, главное из которых это фактически образование альдостерона. И альдостерон, задерживая соль в организме, удерживает воду и таким образом стабилизирует величину артериального давления и контролирует водно-солевое. Что касается второй системы натриуретической, как я уже сказал, она представлена семейством натриуретических флюптидов, которые синтезируются клетками мышечной природы. Но эти клетки не умеют сокращаться, они приобрели эндокринные функции. И эти клетки при их растяжении они находятся в тех органах, которые подвержены растяжению, в первую очередь это предсердие, крупные сосуды, имеют так называемые механочувствительные каналы, которые реагируют на это растяжение и запускают процесс секреции этими клетками гормона, натриуретического гормона. Этот натриуретический гормон, его основное действие заключается в том, что он способствует выведению нагляд. То есть фактически эта система абсолютно противоположна по своим эффектам действия с предыдущей системой рениногиотензин или сторонного гормона. И как на чаше весов этот баланс между двумя этими системами определяет количество жидкости и осмолярность наших тканей. Почему за осматическим давлением, за осматической концентрацией внутренней среды нужно следить? Вот посмотрите, перед вами эритроциты. Они окружены водной средой, внутренняя среда. получают питание от нее. Но в этой внутренней среде есть электролиты. И если концентрация этих электролитов изменяется, например, среда становится гипотоничной. Мало электролитов, мало солей. Эти клетки разбухают и идет гемолиз, их разрыв и разрушение. Но так происходит не только с ретроцитами, но и с клетками тканей. Или второй вариант, когда наоборот солей очень много во внутренней среде организма. Возникает процесс, который называется плазмолиз. То есть вода выходит из этих клеточек, они превращаются вот в такие звездочки. Но естественно, что никакие нормальные биохимические процессы и в этом типе клеток протекать не могут. Вот почему Аваламбака Капха является основой, контролирующей многие жизненно важные функции нашего организма. Третья система это система антидиуретического гормона. Мы уже сказали, что эта система начинается с уникальных косморецепторов, которые расположены в печени, в легких и в гипоталамусе, в сосудах грыжейки. И в качестве эфферентного, то есть того воина, который в этой системе действует, в ней представлен антидиуретический гормон. Антидиуретический гормон это гормон, который секретируется нейросекретирующими нейронами гипоталамуса, затем по сложной системе связи попадает в нейрогипофиз и уже в нейрогипофизе секретируется в кровь и попадает в системный кровоток. И основное назначение антидиуретического гормона заключается в том, что он увеличивает реабсорбцию воды. Слово реабсорбция – это обратное всасывание. Канальцевая жидкость в нефроне, которая фактически является следствием профильтровавшегося водоплазмы крови, фактически начинается назад реабсорбироваться, и таким образом вода удерживается в организме. Параллельно с этим он запускает ряд системных процессов, в частности, мотивационное поведение за счет стимуляции центра жажды и так далее. И это приводит к тому, что у нас возникает доминанта, мы хотим попить, нам нужно срочно удовлетворить, а фактически эта доминанта сформировалась на основании потребности в изменении биохимического состояния внутренней среды, которая говорит о том, что есть процессы дефицита воды. Молекулярные механизмы мы затрагивать не будем, остановимся лишь на этой схеме, чтобы закончить с этим блоком, достаточно академичным и, может быть, на мой взгляд, тяжелым, особенно для тех, кто не имеет медицинского образования. Но я постарался максимально в упрощенной схеме все это объяснить, чтобы показать вам, что оваламбака – это не нечто такое эфемерное или непонятное, а это вполне конкретная система, которая имеет физиологический эквивалент в нашем организме. Вот в осморецепторе реагирует на изменения эстматической концентрации, в данном случае печень показана, через блуждающий нерв в мозг, запускает секрет антидиуретического гормона, он с руком крови поступает в почки и влияет на реабсорбцию воды, в первую очередь на уровне собирательной трубочки. Таким образом, есть один очень каверзный вопрос. Мне его однажды задали наши пользователи, на который однозначного ответа нет, потому что я его, в свою очередь, переадресовал людям, которые для меня являются учителями. Вот почки, мы сейчас говорим о водно-солевом обмене, казалось бы, наверное, почки как-то тоже является основным органом исполнительным, определить, вот являются почки органом, связанным все-таки больше с вата-дошей, или органом, связанным все-таки больше с кавха-дошей. Ответ на этот вопрос, пожалуй, на сегодняшний момент в юридическом мире экспертов дать никто не может, потому что, если, допустим, вы возьмете книжку «Очень интересный потерянный секрет акупунктуры» Франка Росса, он там говорит, на мой взгляд, очень справедливо о том, что почки, в первую очередь, наверное, связаны с контролем со стороны вата, вата-дошей, вата-суб-дошей, потому что потеря воды сильно высушивает организм, а сухость является основным качеством вата-доши. В то же время ряд авторов, в первую очередь, экспертов североамериканских юридических ассоциаций, в своих книжках, популяризующих июрведу, говорят о том, что почки, они в том числе, связаны с кавха, системами, контролирующих объем жидкости в нашем организме. Поэтому этот вопрос, наверное, больше риторический, потому что истинно посередине эти системы так или иначе вовлекают почки в ситуацию рефлексии. Ну вот на этом слайде показана роль почек в регуляции артериального давления и контроле величины жидкости, то есть аваламбака, в нашем организме. Посмотрите, вот мы пьем, жидкость в нашем организме увеличивается, как в стакане воды. Это приводит к тому, что увеличивается количество крови и это увеличивает артериальное давление. На это сразу реагируют две системы, системы натриуретических кептидов и системы рениногетезиногестеронов, которые приказывают почке открыть кран, чтобы этот избыток воды вышел. Вот примерно так в очень утрированной схеме происходит контроль со стороны аваламбака капха над количеством жидкости внутренних средств в нашем организме. На этом мы сделаем небольшую паузу и продолжим после перерыва. Мы закончили на том, что объяснили, каким образом аваламбака капха имеет проекцию на современные физиологические механизмы, системы регуляции. Давайте теперь определимся с тем, что же происходит, как мы интерпретируем с точки зрения веда пульса и тех индексов, которые мы видим, снижение индекса, связанного с аваламбаком капха. Безусловно, здесь мы можем обозначить только неспецифические общие моменты. И при снижении индекса мы можем говорить о том, что идут процессы дегидратации внутреннего пространства. Соответственно, нужно пересматривать водный диурез, водную нагрузку на человека и определяться с тем, что воды в организме недостаточно и требуется коррекция этого состояния, потому что это запускает многочисленные те проблемы, о которых я выше говорил. Но бывает так, что помимо водной компоненты жидких сред, снижение индекса аваламбака капхи также может указывать на нарушение качественного состава внутренних сред. С этим, конечно, сложнее. Безусловно, мы не можем сказать, что аваламбака капха у вас, например, мало калия, потому что это все неспецифические моменты. Но в целом, видимо, существуют определенные биохимические сдвиги, которые данные изменения формируют в организме, и как верхушку айсберга мы их с помощью диагностики можем использовать. Что касается повышения индекса, связанного с аваламбаком капхи, это состояние, которое мы уже обозначили, называется гиперволюмия, слово гипермноговолюем объем. Это неизбежно в первую очередь переводит к перенасыщению сосудистого русла, увеличивается ОЦК, объем циркулирующей крови. Это неизбежно может предрасполагать склонность к отекам, либо сердечным, либо почного генеза в целом, в задержке жидкости, в задержке слизи в организме. Кроме того, указывается на то, что это может быть связано с определенными процессами на уровне лимфоидной системы. И под словом распухание лимфатических желез подразумеваются определенные процессы изменения реологии гидродинамики в целом в лимфатической системе. И как следствие, поскольку мы говорим, что в аламбако капхо она расположена, поддерживает трика, область плечевого пояса, где расположены легкие, то неизбежно идут рикошеты по этому органу, связанные с вовлечением бронхиального дерева, паренхемы легких в это состояние. Потому что, ну не сказать, что идет отек легких, но некая задержка кровенаполнения на уровне легких тоже происходит. Вследствие этого возникает обилие слизи, влажный кашель, затрудняется дыхание. Но, кстати, вот интересный тоже такой момент, что ингибиторы ангелтензин, превращающего фермента, каптаприл, капотем, известные такие препараты, которые гипертоники пьют, они тоже вызывают кашель. И у людей с бронхиальной астмой эти препараты должны приниматься с очень большой осторожностью, потому что они могут провоцировать бронхоабструктивные осложнения. Это лишний раз показывает, что именно этот фермент блокируется на уровне легких и доказывает, что легкие вовлечены через этот фермент в контроль со стороны выносливого обмена. Давайте возьмем Васан-Клада и проанализируем, что говорит Васан-Клад о дисфункции Аваламбака-капфи. В первую очередь он указывает на избыток слизи в легких. В каких-то крайних вариантах дисфункция Аваламбака-капфи может проявляться плевральными выпадами. Как правильно в воспалительной теологии, поэтому здесь не только Аваламбака, но и Питадоша, и специфические и неспецифические заболевания легких могут этому сопутствовать. Пневмония протекает также с вовлечением Аваламбака-капфи и бронхиты. В целом это может приводить к тому, что после перенесенного процесса идут рестриктивные процессы, которые приводят к уменьшению объема легочной ткани, уменьшению жизненной емкости легких, а это влечет за собой хроническое гипоксическое состояние, нехватку кислорода и, как следствие, соответствующие рикошеты по органам, в первую очередь, головного мозга. Вассант-Лаб говорит о том, что Аваламбака-капфа всегда вовлекается при перикардитах, то есть валении перикарда сердца. Очень часто при остеохондрозе на уровне грудного отдела позвоночника, при сколиозах, в этих отделах есть некая предрасположенность к изменению Аваламбака-капфа. И с точки зрения эмоций, эмоциональный эквивалент, который сопутствует этим процессам, лежит в основе психосоматического релиза некоторых проблем, связанных с легких, является печаль и скорбь, как некая базовая эмоция на уровне бессознательного, как правило, доминирующего человека и формирующая этот фон, также связанных с Аваламбака-капфа. Атрея Смит, европейский эксперт, чьими книжками зачитываются специалисты в области Эрбеды в Европе в первую очередь, говорит о том, что дисфункция Аваламбака-капфи может быть связана с проблемой лишнего веса, но и мы понимаем почему. Вы знаете, что диуретики, особенно спортсмены их любят принимать, обладают быстрым весоснижающим эффектом, то есть, если перед соревнованиями надо вес снизить, диуретики попили, воду вывели из организма, килограмм с лишним сбросили, чтобы войти в ту или иную весовую категорию, но, к сожалению, этим грешат и некоторые женщины, чтобы быстро решить какие-то вопросы. Ни к чему хорошему это не приводит, потому что выведение воды запускает электролитные нарушения, и это может рикошетом отозваться в работе, но в первую очередь, в среде сосудистой системы. Атрея Смит говорит о заболеваниях легких, также не детализируя, а в целом обозначая, что Аламбако-Капхо неизбежно вовлекается в этот процесс. Кстати, очень интересный момент, что Атрея Смит указывает на танзелит, как частые заболевания, которые тоже сопровождаются Аламбако-Капхой, но здесь, правда, обязательно в сочетании с Бодхако-Капхой, об этом мы скажем чуть ниже, эмоциональная ригидность и накопление слизи в целом в организме. Под словом «слизь» это не буквально слизь как в носу, как в сосуде, мы понимаем некий избыток влаги в нашем организме, которая может быть в принципе и в суставах, и в роли наполнения определенных органов, и отеки определенные как некая гидрофильность ткани в целом. Под словом «накопление слизи» нужно понимать, наверное, именно более широкое понятие. Обращайте, пожалуйста, внимание, когда вы анализируете вкладку «Медана» и вкладку «Пульс органов» в сочетании гистограммки, связанной с Аламбако-Капхой и определенной каналами. В частности, если вы видите вовлечение одновременно Аламбако-Капхи и пятого канала, который связан с сердцем, но, скорее всего, есть определенные нарушения водно-электролитного обмена, связанные с патогенезом через сердце, где могут быть процессы, связанные с элементами сердечной недостаточности и так далее. Аламбако с восьмым каналом, каналом почек, это нарушение водно-электролитного обмена через патогенез с почками. Если Аламбако связано с первым каналом, с каналом легким, нужно искать проблемы, связанные с заболеваниями легких. В легких случаях это, конечно, в первую очередь простудные заболевания. Какие лекарственные растения могут влиять на восстанавливать Аламбако-Капху, приводить ее в равновесие? Есть общая формула. Она в первом тезисе обозначена. Это растение с согревающими. Вспоминаем Капха, ее качество материальной природы. Она у нас холодная, поэтому растение должно иметь согревающую энергетику вирия. Стимулирующими, потому что Капха она тяжелая, инертная, стагнирующая. Поэтому стимулирующие свойства, слово стимулирующими подразумевает усиливающими метаболизм, именно это фармакологическое действие. Отхаркивающими, ну это прямой фармакологический эффект. Дальше, патагонными, то есть в том числе выведением избытка влаги через потовые железы. Спазмолитическими свойствами, потому что дело в том, что избыток воды, мы уже говорили, может приводить к росту величины артериального давления. И если говорить о механизмах контроля количества воды в организме, это самые базовые долгосрочные механизмы. Например, если вы возьмете классические подходы к контролю давления у людей с мягкой гипертонией, то есть у тех, у кого только начинает расти давление, то умный кардиолог, умный терапевт, он всегда назначит фитосбор, содержащий легкие, мягкие диуретики, которые за счет выведения избыточного объема циркулирующей крови и как следствие избытка жидкости в организме, могут снизить давление без всяких химических препаратов. Дальше мы говорим о том, что желательно, чтобы у этих лекарственных растений преобладали вторично острые и вторично горькие вяжущие вкусы. Это, конечно, идеальный вариант, идеальный вариант того растения, который бы конкретно помогал восстанавливать и был инструментом в ваших руках для валамбака. Какие это могут быть примеры? Свежий имбирь, свежий имбирь, сухой имбирь. Такие лекарственные растения, как басака, мы об этом будем сегодня говорить, и бабхитаки. Это то, что очень часто указывается при коррекции валамбака как и в июрведических источниках. Безусловно, соблюдение диеты подразумевает, что, в первую очередь, контроль количества воды. И на прошлой лекции, посвященной дефициту энергии циеводжиса в организме, мы с вами немножко коснулись этого вопроса, обозначали некоторые цифры. Итак, какие лекарственные растения рекомендуют известные специалисты в области лекарственной терапии. Вот и Дэвид Фроули для балансирования валамбака как и дают целый набор лекарственных растений, которые могут влиять. Но ряд лекарственных растений используется не как способ прямого влияния, например, солодка, а как некий гармонизатор. Поэтому здесь нужно, безусловно, подходить обязательно, исходя из специфики конституции, той формулы, которую я дал выше. Какие-то лекарственные растения. Випхитаки известные, Пипполи, Девисил, Шахран, Гугу, Тимьян, очень распространенный препарат, который доступен у нас в отечественных фармакопеи, и можно в первую очередь пользоваться этим прекрасным препаратом, который изумительным ароматом и вкусом в виде чая доступен. Имбирь. Мы видим, что острые специи используются. И мед, чеснок. То есть все эти препараты, они так или иначе влияют на состояние валамбака капли при длительном применении в качестве фитотерапии. Вот в качестве примера я взял ВАСАКО. Это индийский препарат. Посмотрите, у него горький вяжущий вкус, охлаждающая энергетика, но несмотря на это он очищает легкие и обладает так называемым капха-питошамаха. То есть если у человека есть воспалительное заболевание, легкий капла саха, очень эффективный препарат, который выводит слизь, то есть выводит жар и слизь, если брать традиционно-китайскую медицину. И указывается, что этот препарат имеет прямую тропность к валамбаку капхи. Есть ряд коммерческих препаратов. У нас в России, к сожалению, они недоступны, здесь они указаны, но через интернет магазины зарубежные, их легко можно приобрести, если вы хотите для себя их использовать, обратите на это внимание. Вторая субдоша, о которой мы сейчас с вами поговорим, это кледак о капхе. Пожалуй, когда речь идет о капхе, и мы локализуем к желудку, то, наверное, именно кледака определяет те функции, которые связаны с расположением капха в органе капха-желудке. Что означает на санскрите слово кледака? Это корень, который связан с субстанцией, которая может смачивать и увлажнять. Попытаемся разобраться, оттолкнувшись от этого корня, с такими физиологическими процессами связаны. Итак, кледака – это увлажняющая влага. Ну и фактически Дэвид Фроули говорит о том, что она, располагаясь в желудке, представляет из себя секреты слизистой ополочки желудка, но не желудочного сока, который связан с почакопитой, здесь не надо это путать, а именно секреты слизистых клеток, которые ответственны за образование слизи в желудке. И эта слизь, она важна не только для того, чтобы задерживать, гасить пищеварительный огонь, который может повредить собственную стенку желудка, но и отвечает за разжижение пищи и за первую стадию пищеварительного процесса, потому что сухой комок переварить невозможно. И поступающую пищу нужно превратить в химус. И химус это уже кашицеобразное жидкое состояние пищевого комка, и вот как раз кледака капха, ее основная функция, она заключается именно в этом, в образовании химуса, в разжижении пищи, и именно в жидкой фазе могут, в жидких секретах оказываются влияния ферменты, расщепляющие пищу. Если говорить о современных представлениях с позиции кледака капхи, то, как я уже сказал, мы подразумеваем под кледакой капхой желудочную слизь, которая нужна для смачивания пищевого комка, но в том числе и для защиты стенок желудка. Но кледака капха это не только слизь, это еще и система регуляции выделения этой слизи. И основным фактором, который влияет на процесс регуляции, являются гормоны, которые относят к ткневым гормонам, то есть они образуются практически любыми клетками при определенных обстоятельствах. Это гормоны группы простагландинов. Вот простагландины это гормоны, которые очень мощно стимулируют клетки слизистой к выделению бикарбонатов, воды и муцина, то есть это основные компоненты слизи. И если возникает проблема с слизеобразованием, которая в конечном итоге может закончиться эрозией, это проблемы эндокринного плана, связанные с регуляцией слизеобразования. Кроме того, эти гормоны способствуют восстановлению слизистой оболочки, потому что грубая пища, когда мы ее едим, сухарь, да, там проглотили, не переживали, он обязательно повредит слизистую, это неизбежно. Но дело в том, что слизистая желудочно-кишечная тракта восстанавливается просто с невероятной скоростью, быстрее, чем у ящерицы хвост отрастет, уже буквально на следующий день идет эпитеризация. И это потрясающие репаративные возможности, которые в том числе, на уровне желудка, связаны с кляда какап. И перед вами рисунок, который показывает механизмы самозащиты слизистой желудка. Посмотрите, что происходит. Вот на правом графике мы взяли кусочек слизистой, увеличили и пытаемся понять, а как здесь, что происходит. Посмотрите, вот здесь справа градиент уровня кислотности. Чем ближе к единице, тем кислотность выше. Но один это уже очень концентрированная кислота, которая просто может, если ее в руки взять, она может просто повредить ткани мгновенно. Вот такая концентрированная кислота у нас находится в желудке. Если мы берем кровь, то кислотность крови где-то 7,36-7,4. Вот такой мощный градиент формируется в стенке желудка благодаря чему? Благодаря тому, что есть слизистые клетки. И они образуют голубым цветом показано как раз слизь, где очень-очень много веществ, нейтрализующих кислоту, бикарбонатов. Это основной буфер, который нейтрализует кислоту в нашем организме. И между слизью и секретами желудка в полости фактически находится нейтральная зона, которая определяет вот этот процесс буферирования. Если слизи образуется мало, самый простой пример. Болит голова, выпили таблетку цитрамона. Это мощнейший удар по желудку с точки зрения образования слизи. Потому что цитрамон блокирует образование простагландинов, которые как раз могут участвовать в воспалительных реакциях, благодаря чему головная боль проходит. Но рикошетом является то, что блокировка продукции простагландинов на уровне клеток слизистой желудка приводит к нарушению образования слизи. И вот этот слой истончается. Чем он меньше, чем ближе он к клеточному слою, тем больше вероятность эрозии. Поэтому людей, длительно принимающих анальгетики, особенно группы нестероидных противовоспалительных препаратов, а таких людей много, особенно если у них есть суставные проблемы, вот они принимают очень много таких таблеток, трикошетом является как раз резкое изменение функционирования клетака капхи. Итак, дисфункция клетака капхи по васанкладу. Это язвообразование, причем язвообразование он локализует не только на уровне желудка, но он говорит о том, что это в том числе проблемы слизеобразования на уровне 12 перстной кишки и максимальных сегментов тонкого кишечника. И еще васанклад говорит о диабете. Я пока не могу с физиологической точки зрения объяснить связь. Возможно, у кого-то такие решения есть, поделитесь. И в целом можно, видимо, отметить, что в вырабатываемых слизи существуют определенные факторы, которые так или иначе могут оказывать какой-то регулирующий компонент на выделение гормонов и так далее. Но пока это больше домаскладогладки. Но факт остается, и не верить этому апологету июрведы у меня сомнений нет в этом. Дисфункция клетака капхи по Атрея Смиту упрощает все, говорит о том, что нарушение слизеобразования, либо накопление избытка слизи, если есть дисбаланс капхи и есть методы на уровне панча кармы, которые связаны с рвотой, когда слизи из легких, слизи из желудка, выходя, выводят избыток капхи из организма. Но эти все процедуры нужно делать под контролем специалистов, кто умеет, имеет опыт, потому что это очень травматичные процедуры. Когда мы анализируем данные из аппарата Ведопульс, мы обязательно должны сочетать данные из неданы, вкладки неданы, модули неданы и пульса органов. Так вот, клетака с третьим каналом, наклонность в сторону гастрита. Клетака с шестым каналом, это могут быть диоденитные проявления. Клетака с четвертым каналом, это могут быть проблемы, связанные с наклонностью в сторону панкреатита. Какие растения могут влиять на состояние клетака капху? Указывается, что это должны быть стимулирующие пищеварения травы с острым вкусом. То есть, чтобы увеличить количество слизи, нужно дать острый вкус. Казалось бы, парадокс. В частности, посмотрите, вот имбирь и перец, да, длинный перец, индийский перец. У человека могут быть проблемы с избыточным образованием желудочного сока, это могут привозить к эрозе. А мы еще даем, да. Но в аюрведе этот процесс должен происходить под контролем. И грамотное употребление, дискретное, в определенном количестве именно этих травок, может приводить к восстановлению и репарации слизистой. На самом деле, если вы возьмете, допустим, язвенника, вы вдруг неожиданно для себя обнаружите тот факт, что он очень много острых специй ест. И все почему-то связывают, что именно острые специи приводят к тому, что происходит язва образования. Ну, в каких-то запущенных случаях, конечно, патологическая связь, патофизиологическая, может замкнуться. Но на начальных этапах эрозии организм интуитивно чувствует, что потребление острых тканей стимулирует слизеобразование, а значит репарацию. Но, повторяю, вот этот баланс здесь очень такой тонкий, и нужно уметь управлять этим процессом. Давайте посмотрим, что рекомендует апологета в области аэрведы для балансирования клидака капхи. Имбирь, корица, черный и красный перец, горчица. Ну, есть это все горячие специи, а на самом деле есть теплые специи и даже больше нейтральные специи. Кардамон, фенхель, лобровый лист. Вот эти препараты можно использовать у, наверное, более правильно будут использовать у людей, у которых есть склонность к язвеобразованию. Потому что, ну, использование имбиря и перцев при язве, наверное, очень чревато, если нет клинического опыта. Другое дело, что если язвы нет, но есть избыток капхи и много слизи, вот здесь, конечно, эти горячие специи будут, эти лекарственные травы будут показаны в первую очередь. В качестве примера я привел имбирь. Почему он так влияет? Мы видим, что у него согревающая энергетика, у него острый вкус, у него сухое качество. Все вот эти три компонента, они, безусловно, будут выводить к ледаху избыток к ледахи, избыток слизи капхи из организма человека и стимулировать слизи образования. За счет этого выводить. Так, переходим к третьей субдоши. Это Бодхака Капха. И Бодхака Капха, если переводить ее с санскрита, от слова буддхи, корень, да, буддхи, это то, что пробуждает, то, что позволяет осознать, воспринять, ощутить материальную проекцию, пробуждает чувства, если хотите. И Бодхака Капха ее локализует ротовой полостью, считается, что она присутствует на языке и связана с жидкими средами ротовой полости. Речь идет, конечно, о слюне. В источниках говорится, что именно благодаря Бодхака Капхи мы ощущаем вкус пищи. Ну, естественно, что не слюна ощущает вкус пищи. Дело в том, что процессы вкусовой рецепции могут происходить только, если есть влага, есть жидкие среды. И слюна в данном случае выступает как раз источником этой влаги, которая позволяет вкусовым веществам взаимодействовать с соответствующими рецептами вкусовых клеток. И таким образом мы, то, что на санскрите переводится как пробуждает осознание, мы таким образом ощущаем вкус. Кроме того, Бодхака Капха это слизь, которая участвует в первой стадии пищеварения, подобные кледаки, с тем, чтобы происходило формирование кажется образного пищевого комка и дальше он поступал в кожу-удочно-кишечные трубки. Современное представление по Бодхака Капхи связывает ее с вопросами с процессами вкусовой чувствительности и с точки зрения сенсорных систем в ротовой полости мы имеем вкусовые луковицы, которые расположены на слизистый щелк, десен, ну и естественно они расположены в виде вкусовых сосочков на языке, определяют несколько типов этих сосочков, называют хемочувствительные, потому что они реагируют на химические компоненты пищи, что, собственно говоря, определяет нашу вкусовую чувствительность. И на их поверхности этих клеток есть, называют их микроворсинки, ну это такие клеточные выросты, похожие на волоски, в состав которых в клеточную мембрану вмонтированы специальные структуры, которые химически взаимодействуют с вкусовыми веществами пищи. Вот так выглядит вкусовая почка, здесь есть клетки разных типов, одни из них это клетки поддерживающие, другие клетки, это клетки рецептирующие, и вот рецептирующие клетки, которые, посмотрите, имеют микроворсинки, а это вкусовая пора, где идет взаимодействие вкусовых веществ, и таким образом мы ощущаем вкус пищи. Так эти вкусовые клетки на уровне базальной части мембраны связаны с нервными волокнами, которые фактически несут информацию в мозг о вкусовой чувствительности. Какие нарушения Бодхака Капхи клинически мы можем видеть у людей, это в первую очередь различные состояния дисгевзии. Дисгевзия – это нарушение вкусовой чувствительности. Такое может происходить при некоторых состояниях, когда человеку вдруг остро охота какого-то вкуса, солененького или острого, потому что, как мы сказали, Бодхака пробуждает через восприятие вкуса мы можем стимулировать определенное эмоциональное состояние. Ощущение определенного вкуса – это фактически желание воплотить в себе это эмоциональное состояние, которое формирует такую призму нашего сознания, благодаря которому мы начинаем воспринимать эту действительность совершенно другим образом. Вот такая достаточно сакральная связь с этими процессами происходит. Если говорить о других процессах, то дисфункция Бодхака-Капхи может указывать на состояние эмоционального напряжения. Казалось бы, при чем тут слизь, Бодхака и эмоциональное напряжение? Но повторяю вам, что ощущение вкуса – это в том числе и эмоциональная проекция, которая с этим вкусом связана. Вассан-Плак указывает на то, что дисфункция Бодхака-Капхи с точки зрения морфологических структур, которые присутствуют в ротовой полости, в первую очередь связана с заболеваниями зубов, с диосем, с нарушениями вкусовой чувствительности и с нарушением эмоционального фона, которое может сопутствовать нарушению эмоциональной вкусовой чувствительности. Атрея Смит немножко расширяет и говорит о том, что при нарушении Бодхака могут происходить в том числе заболевания лор-органов и состояние, связанное с воспалением миндалин. Вот здесь Бодхака связывается с Аваламбако-Капхой. Какие лекарственные растения будут восстанавливать состояние Бодхака и Капхи? Есть общая формула, она следующая. Это травы с острым и вяжущими вкусами. Острые и вяжущие вкусы прекрасно ослабляют Капху вообще в таком макромасштабе. То есть, если нужно Капху уменьшить, используйте растения с этими вкусами. Кстати, в ближайшее время мы сейчас работаем очень мощно над модулем фитотерапии, который превратится в целую энциклопедию. И, допустим, вам нужно выбрать лекарственное растение с острым вкусом, например, с горячей энергетикой и, например, влияющей на эту Субдошу. Вы задаете систему фильтров и эти лекарственные растения будут выходить с тем, чтобы упростить вам работу, потому что можно открыть источники, книжки и, зарывшись книжки, полистать, найти, а можно с воспользованием с этим фильтром упростить себе работу, в том числе конституционально подобрав это лекарственное растение с учетом функциональных отклонений в каналах, которые я, допустим, определил. Так что это за лекарственное растение? Гвоздика, капха, питоминус, капха, в первую очередь, капха гната, имбирь, обратно же, и солодка. В данном случае вот эти лекарственные растения, посмотрите, они используются с противоположным свойствами. Если гвоздика и имбирь это лекарственные растения, которые как бы удаляют избыток капхи, то солодка, как в случае оволомбака капхи, это иклядака капхи, это лекарственное растение, которое, напротив, увеличивает избыток капхи, но в случае если ее дефицит. Мы должны задать два вектора воздействия. дэвид фроули дополнительно к этому фактически немного более урезанный перечень лекарственных растений по отношению вспоминайте мы смотрели к ледака какхи большая часть растений безусловно будет пересекаться качестве примера я взял гвоздику с изигевым ароматиком она имеет острый горький вкус как раз прямое влияние на как он имеет легкое грубое качество согревающую энергетику и что самое главное vipac острый то есть продленный такой эффект воздействия на капу и при этом безусловно при влиянии на душ и прямое влияние на капу меньше степени на вату потому что острые и горький вкус они все-таки вата увеличивают но за счет согревающей энергетики влажного качества все-таки вата шамака тоже будет присутствовать посмотрите простуды кашель астма ларингит фарингит все эти состояния верхних дыхательных путей и в том числе отовой полости могут быть решены с помощью этого лекарственного растения вот хака как указывается в качестве ключевой субдоши которая на которой влияет данное лекарственное растение тарпака капха четвертая субдоша и переводит с санскрита корень входящий состав слова тарпака означает удовлетворение то есть это вода до жидкость слизь или капха которая дает удовлетворение на уровне эмоционального восприятия на уровне процессов больше нервной деятельности не удовольствие удовлетворение давайте разберемся с этим указывается что тарпака капха она располагается в мозге и в сердце одновременно интересно такое сочетание а ну с мозгом вроде как понятно удовольствия удовлетворения там есть определенные нейромедиаторной системы сердце причем сердце но чуть позже попытаюсь некоторые зацепки в этом направлении вам дать тарпака капха отвечает за эмоциональный покой ощущение счастья уравновешенность ума и эмоций она помогает процессу запоминания и в целом благодаря тарпака капхи правильно работают органы чувств а если они правильно работают значит они дают правильное питание уму не выводя его из равновесия вот так говорят источники какие современные представления но мозг это не сухое вещество вы понимаете что помимо структуры там располагаются жидкие среды и одно из жидких сред которые связаны именно с тарпака как если мы в целом берем как является ликвар это внутренняя среда клеток мозга нервной системы они омываются ликваром есть коллекторы большие коллекторы виде желудочков и каналов такой как спинномозговой канал где идет ликвародинамика этот целый процесс подобный гемодинамики который происходит у нас сосудистой системе и ликвар образуются определенными клетками на уровне желудочков мозга и в ликвар секретируется очень большое количество нейро секретов которые оказывают мощное влияние на наше состояние считается что тарпа какаха это не просто ликвар она также связана с метаболизмом нейронов которые ответственны за нормальное функционирование всех нейромедиаторных систем мозга и в первую очередь системы мозга которые можно отнести к внутренним наркотикам нашего тела эндорфином и энкефалином одни из основных продуктов этих гормонов являются структуры которые связаны за наше эмоциональное состояние это структуры в том числе лимбической системы это древний мозг филогенетически очень древнее приобретение физического тела и продукценты клетки продукценты выделяют эндорфины энкефалины и благодаря им у нас возникает ощущение гармонии и счастье реализуемое на уровне физиологических эффектов физического тела поэтому можно предполагать о том что тарпа какаха как слизь жидкость связана не только с ликваром но и с присутствием в этом ликваре определенных нейромедиаторов в первую очередь группы эндорфинов энкефалинов и многие практики йоги они стремятся к тому чтобы у человека возникало чувство присутствие здесь сейчас но в состоянии удовлетворенности и блаженства и считается так говорит вас анклад что практически все йоги они так или иначе стимулируют развитие тарпа какахи чтобы человека это могло проявиться на уровне физического тела и так тот же вас анклад в отношении дисфункции тарпа какахи говорит о том что тарпа какаха связано с сенсорными нарушениями это и тактильные и зрительные и обонятельные слуховые и вкусовые нарушения считается что конечно нервные импульсы они как бы переносятся за счет про новое мы с вами об этом говорили потому что это движение а вот процесс конверсии называемое формирование н грамм памяти о этих ощущениях они определяются тарпа какаха она как бы кристаллизует эту память поэтому нарушение процесса ассоциативного восприятия всех этих ощущений которые несутся про новою могут способствовать тому что на уровне центральных структур возникают эти сенсорные ощущения то есть сами рецепторы могут работать нормально проблема находится выше с конверсии с которыми связано тарпа какаха во сам флаг говорит о том что тарпа какаха связано с опытом прошлых воплощений и она может реализовать этот опыт в этой жизни потому что связано с нашими с нашим астральным телом он даже приводит такое сравнение что вы сидите в кинотеатре и кинопроектором является про новою который несет импульс что он нанесет она несет свет агни садхака пипу до свет сознания а экраном на котором это свет проявляется является тарпа какаха помедитируйте над этим образом это очень глубокий смысл в сочетании взаимодействия разных систем регуляции но уже на уровне полка мистического сакрального смысла не только связано с физиологическими процессами очень часто демилинизирующие заболевания является кармический генетически детерминированными заболеваниями которые как раз блокируют воплощение опыта прошлых жизней этом теле за счет демилизирующих заболеваний и нарушения тарпа какахи также в санклат указывает вот апоплексический параличик эквивалент нашему инсульту в западной литературе он говорит о том что инсульт это тоже состояние связаны с нарушением тарпа какахи смит более мягко подходит этим процессом указывая на чувство неудовлетворенности от жизни которая может постоянно преследовать с чем может возникать постоянно нервозность и бессонница с аллергической настроенностью карпа в целом может предрасполагать к этому и к различным эмоциональным фону связанному с такими эмоциями со знаком минус такие лекарственные растения будут влиять на тарпа какахи формула очень близко к предыдущим это травы с острым вкусом с мочегонными свойствами слегка стимулирующими деятельность мозга пожалуй на первое место здесь можно поставить очень мощный мозговой тоник брами и юридический препарат который на санскрите звучит как ватча хотя он некоторых странах запрещен и другие препараты на имбирь данном случае это вообще препарат который классический избыток как и удаляет если какие-то вопросы возникают с капхой дэвид фроули расширяет список здесь у меня опечатка не для балансирования садхата пит а для балансирования тарпака капхи это такие препараты как шиладжид шанха пушки аир товача фактически эфедра центр азиатика это аналог бракми шалфей качестве примера я взял два лекарственных растений брами и несмотря на то что у него холодная энергетика и в идеале он влияет на питу в целом у него есть балансирующий эффект на все три души и он может быть использован в том числе для восстановления проблем связанных аир корус каламус за счет горячей энергетики и острого вкуса после усвоения он очень хорошо влияет на капху и успокаивает все процессы которые связаны с капхадоши не только простудные но и в том числе нейрогенные природы и указывается что одна из ключевых судош на который он влияет это тарпака капха собственно говоря именно поэтому он запрещен в соединенных штатах потому что оказалось что он содержит алкалоиды и которые похожи по своему составу на опиаты но чтобы опиатный эффект от аира получить его нужно просто килограммами съесть поэтому у нас он разрешен в аптеках он без рецепта продается но мало кто знает о том что он влияет на том числе нейромедиаторной системы мозга и последняя субдоша которую мы сегодня с вами разберем это с лишака капха пятая субдоша в переводе с санскрита этот корень означает скреплять как бы обнимать обвивать но в целом наверно ближе по семантике слова скреплять до соединять скреплять что он скрепляет в источниках указывается что с лишака капха это вода жидкость слизь которая обеспечивает смазывание и дальше не идет продолжение чего но исходя из дисфункции с лишака капхи мы говорим о том что эта жидкость которая располагается в первую очередь в суставах и фактически представляет из себя влагу которая смазывает хрящевые поверхности суставные поверхности поскольку эта влага в том числе ответственно за питание хрящей суставных то в целом с лишака капхи безусловно отвечает и за крепость сустава современные представления эту жидкость безусловно связывают с синавиальной жидкостью которые образуются клетками оболочки сустава внутренней и по своему составу синавиальная жидкость как и любая токоневая жидкость подобно ликвару там лимфи она очень близка по составе плазме крови но в ней высокая концентрация очень важных для сустава веществ которые способствуют репарации это гиалуроновая кислота которая встраивается в матрикс и фактически способствует процессом восстановления крючевых поверхностей неизбежно травмируемых в ходе дневной активности когда мы механические физические воздействия на суставы дело в том что сам хрящ он не имеет сосудов и поэтому он зависит от качества синавиальной жидкости и вот если с лишака капха страдает в ней нарушается качественный и количественный состав это неизбежно влияет на нарушение питания хряща чем ну естественно питательными веществами и конечно же кислородом потому что но другие ткани получают кислород из сосудов в составном хрящи сосудов просто нет это естественно потому что то физическая нагрузка представьте на коленные суставы которые есть смысла просто в этих сосудах нет они бы постоянно передавались кроме того указывается что современным представлением с лишака капха также может быть связано с жидкостью синусов потому что синусы но это не совсем суставы но в них есть клетки которые подобно оболочке суставом могут выделять синавиальную жидкость которая в норме в небольшом количестве в полости синусов всегда присутствует какая дисфункция с лишака капхи по осанкладу описывается в первую очередь это процессы связанные с нарушением восстановления целостности суставной поверхности в результате нарушения правильной продукции и резорции синавиальной жидкости вчера буквально был пациент мой знакомый который пришел с обвязанной рукой у него рука до кисти опухла потому что внезапно опух локтевой сустав в норме у нас синавиальная жидкость постоянно вырабатывается и она постоянно резортируется нарушение процессов резорции приводит к тому что суставные сумки которые оплетают любой сустав они начинают накапливать этот избыток капхи в том числе шака капхи и запускать определенные процессы резорция происходит в определенных синусах и она всегда связана с воспалительными явлениями напротив снижение количества продукции синавиальной жидкости может приводить к тому что будет возникать сухость суставы это происходит у людей больше сваток конституции или сватокапха конституции и у людей с пита конституции и с пита вата конституции очень часто могут быть состояния остеопении суставных поверхностей то есть процессы предрасполагающий к остеопорозу атрея смит указывает на достаточно просто на то что с лишака капха всегда сопутствует артритам сухости суставов нарушение подвижности конгруентности правильному сопоставлению суставных поверхностей называется конгруентность сустава какие лекарственные растения будут влиять на эту капха сукдошу здесь правы которые усиливают посмотрите огонь пищеварения здесь травы которые усиливают ветер стимулирующие здесь травы которые обладают острым и горькими вкусами и острый горький вкус усиливают вата душу и разжигает огонь а но зачем нам нужно усиливать ветер речь идет о я на вату не в целом о вате а именно о я на вате которые усиливает кровообращение если вы лечите сустав любым физиотерапевтическим фактором главный биофизический эффект такого лечения заключается в усилении в стимуляции кровообращения вы биофизически искусственно локально на этом месте усиливаете я на вату но есть лекарственные растения которые обладают подобным эффектом и фактически могут комплексе очень неплохо помочь кроме того если с лишака в избытке то конечно нужно использовать препараты которые обладают легким мочегонным либо потогонным действия среди препаратов которые имеют тремое влияние с лишака как указывается по юридически лекарственное растение кунарного мы об этом поговорим дэвид флору дэвид флору ли немножко расширяет перечень препаратов частности вы видите здесь есть и китайские лекарственные растения как дубник куркума или утро кок и так далее в качестве примера я привел вам лекарственное растение кунарного вы гравия диффузия посмотрите горячая энергетика острый вкус как хавата шамаха то есть успокаивает как успокаивает вату имеет горький вяжущий сладкий вкус и указывается что это лекарственное растение очень чувствительно к не очень чувствительно а вернее действует в большей степени преимущественно нас лишь а как а есть ряд коммерческих препаратов вы их видите к сожалению они у нас в россии недоступны куда это лекарственное лекарственное растение входит но пожалуй все что я хотел вам сегодня рассказать давайте подытожим и так пять видов воды пять видов капхи главный из которых является аваламбака капха она является поддерживающей и фактически первую часть своей лекции я полностью посвятим именно ей чтобы вы помнили почему она является главной базовой капхи всего организма и четыре другие не менее важны но уже более локальные конкретным состоянием лед а как о 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 я надеюсь что теперь у вас прояснилось некоторые моменты в отношении физиологического эквивалента и будет проще понимать что за этими гистограммками на уровне модуля неданный стоит какие физиологические процессы благодарю вас за внимание и сейчас давайте поговорим о отвечу на ваши вопросы так марина спрашивает нас может ли частое посещение сауны снижать свишака капла значит я бы немножко перефразировал вопрос и если вы используете традиционные русские атрибут бани ну или сауны европейский манер который называется веник и производите прогревание сустава веником то вот пожалуй это замечательная физиотерапевтическая процедура которая может очень хорошо увеличивать кровообращение в данном случае мы не говорим о том снижать или повышать потому что но кому-то надо снижать если там человек больше как конституция кому-то надо повышать у него стало сухие все скрипят ну напротив нужно повышать поэтому эта процедура она гармонизирует состояние с лишаха капхи оказывает очень большое воздействие так дмитрий спрашивает мастер-класс по работе на ведопульс разбором конкретного больного и анализом вкладок начиная со спектра индексов биоэнергетики заканчиваем данным пульс логана дмитрий безусловно этим у нас занимается елена алексеевна когда обучает специалистов и есть ряд дежурных карточек которые она разбирает и во время проведения очных семинаров мы тоже посвящаем это внимание когда берем какие-то уже готовые случаи специалистов либо заготовлены меня из картотеки подробно это разбираем любовь спрашивает нас высокая торпака это высокая стрессированность или высокое удовлетворение торпака должна быть в норме любой физиологический показатель он должен быть в норме если торпака выходит из состояния нормы это как раз указывает правы на состояние отрицательное эмоционального фона которые как правило связано с стрессовым напряжением то есть это не значит что у человека супер эмоционального удовлетворения нет напротив здесь обратная зависимость маргарита спрашивает при дако плюс третий меридиан равно гастрит увеличение при даке напряженность меридиана имеется ввиду но действительно а если третий канал напряжен это больше указывает на гипер секрецию вспоминайте когда я вам давал лекцию по пача капитит у субдоши нам пицца души мы раз об этом говорили и указали что напряжение 3 канала скорее указывает на гипер отсидное состояние оснижение на гипо отсидное состояние при этом кле да как ахо может быть и в том и в том случае во втором случае при снижение может быть состоянием принципе избыток избытка как я а в первом случае и напряжении третьего канала это Это может быть состоянием рефлекторно-следующим за гипероцидностью. Кледака Кавха здесь защитно увеличивается, чтобы предупредить эрозию и язвообразованию. Друзья, что хотелось бы вам еще сказать. На следующей неделе будет вторая лекция, посвященная связи конституции между аюрведой и медициной. Мы поговорим об очень интересном типе конституции, который называется дефицит Агни или синдром пустого холода, который фактически эквивалентен определенной конституции с позиции аюрведы. И разберем ряд клинических состояний, которые сопутствуют этому конституциональному типу, в частности бесплодие, атопию и определенное нарушение пищеварения. Поэтому я небольшой анонс этой лекции сделаю, приглашаю, встретимся с теми, кто хочет на уровне эксперта работать с нашим аппаратно-программным комплексом «Ведопульс». Если вопросов больше нет, я прощаюсь с вами. Рад вас на вебинаре. Надеюсь, что вы извлекли много полезного и это даст вам практические знания, теоретически дадут вам практический рикошет и вы обогатившись немножко более компетентными специалистами. Благодарю вас. Всего доброго. Благодарю вас. Благодарю вас. Продолжение следует...